Более тысячи североказахстанцев в прошлом году надели камуфляж, простились с гражданкой и отправились на срочную службу. Об итогах 2016 и задачах на текущий год военнослужащие говорили на встрече с заместителем Акима области Антоном Федяевым. На какие проблемные вопросы необходимо в первую очередь обратить внимание. В репортаже Ксения Куценко. В 2016 году на срочную службу в Североказахстанской области призвали 1294 человека. Меньше половины из них пополнили ряды вооруженных сил страны. План призыва выполнен на 100%, докладывает Еркинбек Байбулов. Однако есть и такие, кто уклоняются от своего гражданского долга. К административной ответственности за это привлекли больше 120 человек. По статье 647 неисполнение обязанностей по воинскому учету, это 35 человек, оштрафовано на сумму 349 968 тенге. По статье 648 уклонение от медицинского обследования 27 человек, это 44 541 тенге. Не во всех районах в прошлом году призвали нужное количество человек. Всего на 80% выполнили план в Айртаусском, Акжарском, Есильском и Темирязевском районах. В Козылжарском на 66%. Такая ситуация не должна повториться, говорит Антон Федяев. Тем более, что в этом году количество призывников будет больше. Говорили на встрече и о материально-техническом оснащении призывных пунктов, о нехватке медиков. Дефицит врачей на 1 февраля текущего года составляет 319 человек. В том числе дефицит по селу 134 человека. Этим, наверное, объясняется дефицит врачей в медицинских призывных комиссиях в период призыва. Не во всех районах есть отдельные помещения для призывных пунктов. Еще одна проблема. Военные говорят, это влияет на качество их работы. До начала весеннего призыва вопрос нужно решить, поручает Антон Федяев. Принять эффективные меры по повышению качества призыва граждан на срочную воинскую службу. Улучшить условия качества работы призывных и медицинских комиссий. Вот здесь у нас был слайд по комплектованию медицинскими инструментами. Имейте в виду, что они же выходят из строя. Те районы, которые 100% показывают, не надо успокаиваться на этом. Постоянно обновлять должны. Закончилась встреча на приятной ноте. Тем, кто продуктивно работал в 2016 году, вручили благодарственные письма. Ксения Куценко, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК.